Добрый день, дорогие друзья! Недавно я записала видео по установке оффлайн-редактора Scratch 2.0, поскольку сейчас на сайте у нас Scratch 3.0, который требует, во-первых, подключения к сети, а во-вторых, если мы хотим работать без сети, то ему нужен Windows 10. Но в том случае, если он на нашем компьютере стоит Windows 10, и мы хотим работать без подключения к сети интернет по тем или иным причинам, мы можем установить оффлайн-редактор Scratch 3.0 на свой компьютер. Давайте перейдем сразу на сайт Scratch и займемся установкой. Итак, вот мы на сайте. Вместо того, чтобы нажимать на кнопку «Создавай», мы сейчас загрузим не сетевой редактор Scratch и установим его на свой компьютер, чтобы работать оффлайн. Для этого мы пролистываем страничку сайта в самый низ, уже, наверное, кто смотрел первое видео знает. И находим не сетевой редактор, ссылочку. И здесь у нас нужно выбрать операционную систему. Большинство из нас пользуются Windows, поэтому так и оставляем. Но если у кого-то macOS, можно выбрать macOS. Мы оставляем Windows. Еще раз обращу внимание на то, что Scratch 3.0 требуется Windows 10. Сейчас нам остается всего лишь скачать установочный файл и потом его запустить, как у нас указано данной инструкции. Нажимаем «Скачать». У нас появляется окошко, в котором нужно подтвердить сохранение файла. Теперь я выбираю папку, в которой у меня сохраняются все программы для установки. Нажимаю «Сохранить». Происходит скачивание, статус которого я могу увидеть в верхней части своего браузера, если это у меня Mozilla Firefox, либо в нижнем левом углу, если это Google Chrome. Здесь мы можем либо сразу открыть файл, либо открыть папку с файлом и оттуда запустить файл. Давайте сразу откроем файл, он запустит программу установки. Вот происходит установка, мы видим статус. Написано «Подождите, пожалуйста». Ждем. По всей видимости, что-то скачивается. Пока у меня ничего даже нового не происходит. Ну вот установился Scratch. Сейчас я подгоню окошко, чтобы мы все видели. Называется он Scratch Desktop, так как это настольная версия. Так принято называть программой, которая устанавливается на компьютер. И здесь у нас тоже сообщение, в котором сказано о том, что мы можем передавать команде Scratch информацию о том, как мы им пользуемся, и разработчики смогут сделать его еще лучше. Можно согласиться с этим приглашением, либо не согласиться, нажав «No thanks». Мы нажмем на кнопку «Yes» в надежде на то, что наши действия помогут разработчикам сделать Scratch еще лучше. И вуаля, мы в оффлайн редакторе Scratch, который, в принципе, пока мало чем отличается от того, что мы видим на сайте. Вот давайте сравним. Нажимаем «Создавай». Здесь единственное отличие, что у нас появляется сразу учебник. Но учебники, они доступны онлайн. Если мы сейчас это окошечко закроем и вернемся в окно Scratch, то, в принципе, разницы практически никакой. Вот у меня подпрыгивает только всего лишь изображение, потому что окна размещены немножко по-другому. Но о том, как работает Scratch 3.0, мы поговорим немного позже и сравним его со Scratch 2.0. После установки не сетевого редактора Scratch 3.0, у нас появляется иконка Scratch Desktop, которая отличается от иконки Scratch 2. Мы видим разницу. И, в общем, перепутать невозможно. Здесь у нас такой блок как раз с бокучкой «S». Если она не появилась у нас на рабочем столе, что маловероятно, можно нажать на кнопку «Windows Pуск» и найти там Scratch Desktop. Это и будет Scratch 3. Подписывайтесь на канал, следите за объявлениями, новыми видео и пишите комментарии. Желаю всем творческих успехов и радости от сотворяемых проектов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok